Ну а в эти минуты начинается состояние госсовета, посвященное развитию малого и среднего бизнеса и прямая трансляция прямо сейчас на нашем канале. Добрый день, уважаемые коллеги. В нашей повестке сегодня вопрос, который в текущей ситуации, он вообще важен, но в текущей ситуации приобретает особую экономическую, социальную и общественную значимость. Развитие малого и среднего предпринимательства не только одно из ключевых условий обновления страны, обновления экономики, повышения ее устойчивости, но и в целом нашего успешного и посвященного развития. Ну а в эти минуты начинается состояние госсовета, посвященное развитию малого и среднего бизнеса и прямая трансляция прямо сейчас на нашем канале. Добрый день, уважаемые коллеги. В нашей повестке сегодня вопрос, который в текущей ситуации, он вообще важен, но в текущей ситуации приобретает особую экономическую, социальную и общественную значимость. Развитие малого и среднего предпринимательства не только одно из ключевых условий обновления страны, обновления экономики, повышения ее устойчивости, но и в целом нашего успешного движения вперед. Реализация того огромного творческого, созидательного предпринимательского потенциала, который, безусловно, есть у нашего народа. Малые и средние компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста, способствовать эффективному повышению экономики, ее эффективности, решению проблем занятости. В России в целом созданы организационные и правовые основы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, включая упрощенное налогообложение, систему грантов на открытие собственного дела, предоставление микрозаймов, гарантий, кредитов на льготных условиях. Решается доступ, расширяется доступ малого и среднего бизнеса к закупкам государственных компаний и компаний с госучастием. Действительно, в последние годы мы значительно улучшили деловой климат. Вместе с тем, малый и средний бизнес развивается по-прежнему медленно. Он представлен прежде всего индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями. Его вклад в ВВП страны не превышает 21%. Для сравнения скажу, и вы многие знаете об этом, что в других странах с разной экономикой это доля 50 и более процентов. У нас 21%. Доля в общем обороте продукции и услуг всего 25%. Крайне мал и показатель инвестиций в основной капитал. Это всего 6% от их объёма по стране в целом. Мы видим с вами, что люди не спешат браться за создание своего бизнеса. Так, сейчас лишь около 6% граждан являются начинающими предпринимателями или владельцами нового дела. Молодёжь сегодня предпочитает, что мы с вами знаем об этом тоже хорошо, госслужбу предпочитает, работу в органах местной власти или в крупных компаниях с госучастием. Более того, наметилась тенденция к оттоку работников из малых и средних предприятий. При этом эксперты отмечают рост занятости в неформальном секторе экономики. Конечно, для ведения бизнеса нужны решительность, специфические знания, упорство, умение продвигать свои идеи и проекты. И таких людей, конечно, в России немало. Однако, если они не стремятся реализовать свои способности, открывать собственное дело и тем самым повысить своё благосостояние, что это значит? Это значит, риски и преграды перевешивают стимулы и возможности. Значит, отсутствуют понятные, предсказуемые правила игры, а система поддержки недостаточно эффективна и недостаточно доступна. Очевидно, что нужны комплексные меры, затрагивающие весь средний и малый бизнес, способные обеспечить реальную поддержку и безусловное поощрение частной деловой инициативы. Уважаемые коллеги, остановлюсь на ряде направлений, которые считают наиболее важными и наиболее приоритетными. Принципиально важно утвердить в обществе ценности предпринимательства, понимание особой роли предпринимательского труда как одного из важнейших ресурсов развития страны, долгосрочного её экономического роста. Государства, все уровни власти должны сделать всё возможное, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным, чтобы создавались равные условия для всех предпринимателей, чтобы правила и законы были стабильными и понятными, чтобы обеспечилась честная и открытая конкуренция, и никто не мешал работать, не лез с крышеванием, не вымогал взяток, поборов, не предлагал так называемые навязанные услуги. И сейчас скажу, наверное, самое важное, самое ключевое и самое простое. Создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете по всей России является ключевым условием для развития малого и среднего бизнеса. Не будет этого. Не помогут никакие льготы, никакие преференции и никакие гранты. Нужно создавать благоприятную деловую среду. Я прошу руководителей субъекта федерации со всей ответственностью подойти к решению этой задачи. Настроить свои команды на результативную работу. Не отмахиваться от этого, как от чего-то второстепенного. Вы лучше знаете, что следует сделать для создания на своей территории более комфортного делового климата. Нужно такой работой заниматься вплотную, проявлять инициативу, быть в постоянном диалоге с бизнес-сообществом. Скажу ещё об этом чуть позже, но совершенно очевидно, что нужно создавать некоррупционные, прозрачные механизмы взаимодействия с бизнесом. Это важнейший показатель состоятельности управленческой команды. Подчеркну, что по опросам значительное число компаний по-прежнему считают административные барьеры тяжёлым бременем, которые очень сложно нести. Полагаю, что нужно честно, без ссылок на объективные трудности, проанализировать положение дел в каждом регионе и не для отчёта, а для дела, для страны и для людей устранить все препятствия, которые мешают работать бизнесу. К примеру, мы давно говорим о необходимости доступа предпринимателей к инфраструктурным ресурсам. Это и прозрачные правила присоединения к газовым сетям и иным коммуникациям, и предоставление на льготных условиях неиспользуемого государственного или муниципального имущества. Однако эти проблемы решены далеко не везде. И предприниматели по-прежнему обивают пороги чиновничьих кабинетов, выпрашивают то, что им должны предоставить без всяких барьеров. В итоге бизнес буксует, деловая инициатива гаснет. Повторю, главное сейчас – дать гражданам свободу, возможность реализовать себя, поддержать их стремление обустраивать свою собственную жизнь и приносить пользу стране. Решать эти задачи, повторю, нужно в партнёрстве с бизнесом, со средствами массовой информации, политическими партиями, общественными объединениями. Результатом наших общих усилий должен стать значительный рост доли малого и среднего бизнеса в экономике, создание в этом секторе новых рабочих мест. Сейчас здесь занято 18 миллионов человек. Считаю, что за пять ближайших лет у нас есть все возможности обеспечить значительный рост доли малого и среднего бизнеса в экономике. Такая задача для всех уровней власти является одной из ключевых. Поэтому и в правительстве, и в субъектах федерации, что хотелось бы подчеркнуть особо, должны быть созданы конкуренты, должны быть созданы специальные подразделения, как я уже говорил. Должны быть назначены конкретные люди, персонально отвечающие за решение этой проблемы. Причём, подчеркну ещё раз, все эти механизмы должны быть прозрачными. Не нужно создавать каких-то структур для того, чтобы они с бизнесом работали, вымогая что-то или ставя кого-то в сложное положение. Нужны вот эта ключевая вещь – прозрачные механизмы работы с бизнесом, понятные для всех и контролируемые обществу. Эту работу необходимо вести в постоянном режиме. Предлагаю также разработать чётко выверенные целевые показатели, как на региональном, так и на федеральном уровне, и в разрезе по времени, по годам. Уважаемые коллеги, на рабочей группе Госсовета обсуждались практически все вопросы, которые волнуют сегодня предпринимателей. Они подробно изложены в представленном докладе. Одна из ключевых тем – необходимость создания эффективного инструмента для развития малого и среднего бизнеса. Очевидно, что существующие институты недостаточно справляются с задачей оказания финансовой, юридической, методической помощи малому и среднему бизнесу. Кроме того, нужно предметно заниматься и такими проблемами, как привлечение инвестиций и кредитов, обеспечение доступа к заказам госкомпаний. И просил бы докладчиков более подробно остановиться на всех этих вопросах. Далее. Рабочая группа предлагает упростить условия входа в малый бизнес. Полностью с этим согласен. Начинать свой бизнес должно быть легко, а рисковать и ошибаться не страшно. Не нужно будет тратить время и силы на сбор справок. Достаточно купить патенты и приступить к работе. У рабочей группы есть разные предложения. В том числе предложение распространить двухлетние налоговые каникулы на всех физических лиц, которые открывают новые дела. Но мы, напомню, с 1 января текущего года ввели это правило, двухлетние налоговые каникулы, на бизнесы всех индивидуальных предпринимателей, которые вновь начинают работать в таком качестве. Можно ли это сделать для малых и средних предприятий? Конечно, хочется найти наиболее эффективные инструменты поддержки. Но давайте мы так реально будем смотреть на дело. Ведь существует опасность того, что на два года будет создаваться предприятие, а потом на следующие два года новое предприятие. Надо на проблему посмотреть, исходя из реальной жизни, из той практики, которая у вас всех есть. Есть и другие предложения. Мы обсудим всё, что пошло бы на пользу развитию малого и среднего предпринимательства. Все предложения имеют, конечно, одну цель – предельно расширить возможности для каждого, кто готов активно участвовать в экономическом развитии страны. Конечно, как уже говорил, надо подумать и о доступности кредитов. Ясно, что нынешние ставки неподъёмны для предпринимателей. Мы в рабочем порядке и с правительством, и с Центральным банком часто об этом говорим. Все знают об этих проблемах. Здесь никаких каких-то секретов нет. Если ставки пока такие, значит, нужно субсидировать какие-то виды деятельности. Всё для всех понятно. Нужно только, понимая реалии, с которыми вы сталкиваетесь в экономике, соответствующим образом выстраивать свою финансовую, налоговую, экономическую в целом политику. Напомню, мы договорились о том, что фиксируем действующие налоговые условия на ближайшие четыре года. Однако появились новые платежи вследствие введения кадастровой стоимости недвижимости и имущества. Полагаю, что регионам нужно действовать здесь разумно. Не должно быть резкого роста налоговой нагрузки на бизнес, особенно производственный, занимающий большие площади. Я уже обращал на это внимание некоторых руководителей регионов, но чего-то я не вижу, что что-то принципиально меняется. Мы, знаете, есть такое общее правило – закон обратной силы не имеет. Мы ввели новую систему оценки и распространили её на все ранее заключённые бизнесом договоры об аренде. Вот мы с нашими коллегами в Европе часто спорим по поводу так называемого третьего энергопакета. И считаем, и говорим об этом публично, что это абсолютно нецивилизованный способ ведения совместных дел, когда принимаются какие-то решения, а потом распространяются задним числом на прежние контракты и договоры. Но внутри страны мы сделали то же самое сейчас. Ведь бизнес считает свои расходы, исходя из той ситуации, в которой контракты заключаются, или, скажем, договоры о аренде. А потом ему бух, и всё надо пересчитывать в сторону повышения расходов. Но давайте внимательно ещё раз на это посмотрим. Прошу вас подходить к этому, исходя из экономической целесообразности. Что касается проверок со стороны контролирующих органов, здесь все поручения давно даны. Прошу Генеральную прокуратуру проанализировать обоснованность проверок, проведённых в 2014 году, прежде всего, внеплановых. Предприниматель не должен жить в постоянном ожидании, что к нему нагрянут с очередной проверкой. Не должен бояться, что любые его действия можно будет легко подвести под какую-то статью или под штраф. Нужно честно признать, что наша нормативная база, конечно, нуждается в совершенствовании. Предлагаю ещё раз дополнительно всё проанализировать. Уважаемые коллеги, мной обозначены лишь некоторые вопросы, лишь часть вопросов, которые нам предстоит обсудить. Развитие малого и среднего бизнеса – тема многоплановая. Здесь даже, казалось бы, незначительная проблема может обернуться для предпринимателей серьёзным барьером в работе. Поэтому нам нужно всё учесть, на всё посмотреть внимательно, всё проанализировать и сделать выводы, чтобы не было никаких крышков, позволяющих любому уровню власти или чиновникам самых разных ведомств держать бизнес в чёрном теле. Мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы наши предприниматели смогли в полной мере реализовать свой потенциал. Это жизненно важно для развития страны, всех её регионов, для того, чтобы российские компании заняли достойное место и на своём собственном рынке, и на международных рынках.